В производстве следственного отдела по Волжскому району город Саратов, следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области, находилось уголовное дело по обвинению одного из сотрудников медицинского учреждения по фактам выдачи фиктивных сертификатов о прохождении вакцинации от коронавирусной инфекции. Данное уголовное дело у нас направлено в суд. И передача денежных средств сотрудникам медицинской организации за получение этого сертификата без фактического проведения этой вакцинации. В связи с этим хотелось бы обратиться к жителям города Саратова и вообще ко всем гражданам много раз подумать, потому что совершая такие противоправные действия, прежде всего вы нарушаете уголовный закон, так и здоровье окружающих, такими действиями вы можете получить проблемы в виде привлечения к уголовной ответственности, ну и такое тяжелое заболевание. Поэтому, обращаясь к гражданам, хотелось бы порекомендовать вам ни в коем случае не прибегать к таким схемам, проходить вакцинацию и подумать, что за такие действия у нас предусмотрена уголовная ответственность. Все эти факты легко устанавливаются, легко проверяются, и в конечном итоге при выявлении правоохранительными органами данных обстоятельств сертификата будет решаться рассматриваться вопрос о аннулировании данных сертификата. Как я понимаю, людям, которые купили за взятку данный сертификат и грозит уголовное дело, могут, насколько вы рассказали, можно человек, который сам добровольно придет и сдаться, так сказать, и будет сотрудничать со следствием, он может избежать уголовного дела? Совершенно верно. Уголовным кодексом у нас предусмотрено освобождение от уголовной ответственности в случае добровольного сообщения о фактах передачи денежных средств, то есть совершение коррупционных преступлений, либо активно способствование расследованию, раскрытию данных преступлений. Поэтому, обращаясь к гражданам, опять же, хотел сказать, если вы совершили, либо вам известны такие факты о совершении преступлений, настоятельно рекомендую обратиться в правоохранительные органы с соответствующим заявлением. Продолжение следует...